Беляночка и Розочка Рассказывают, что давным-давно жили в небольшой деревеньке две хорошенькие девочки. Одну рыжеволосую непоседу и шалунью звали Розочкой, вторую тихую и задумчивую девочку с золотистыми волосами Беляночкой. У каждой из девочек был свой любимый розовый куст с алыми розами у Розочки и с белыми у Беляночки. Так и жили они небогато, но счастливо вместе со своей доброй бабушкой. Летом девочки хлопотали по хозяйству и все свободное время проводили на улице. Но особенно милы им были долгие зимние вечера, когда в очаге горел огонь, а бабушка вслух читала им сказки. И вот как-то зимним вечером в дверь дома постучали. — Беляночка, Розочка! — окрепнула бабушка. — Откройте дверь! Может быть, это путник, сбившийся с дороги и замерзший на холодном ветру? Девочки поспешно подбежали к двери и откинули засов. Но каков же был их ужас, когда вместо озябшего путника они увидели за дверью огромного лохматого медведя. Медведь весь дрожал и, похоже, сам был чем-то испуган. Поэтому добрые девочки не только впустили зверя в дом, но и позаботились о нем. Первонаперво они насухо вытерли его промокшую шкуру. Затем покормили медведя и устроили ему постельку в углу комнаты поближе к теплому камину. Всю зиму прожил медведь в доме Беляночки и Розочки. И обе девочки подружились с ним. Но вот пришла весна. Опять зазеленела трава, и на деревьях показались молодые клейкие листочки. Пора расставаться. «Приходи к нам, господин медведь!» — крикнула ему след Розочка. «Мы никогда-никогда не забудем тебя!» — добавила Беляночка чуть потише. Недолгое время спустя случилось девочкам пойти в город. Идут они по лесу и видят. Гном с длинной рыжей бородой скачет вокруг дерева. Подошли поближе. Оказывается, гномья борода крепко-накрепко прилипла к смоле. Что же делать? Вынула тут Розочка ножнички и отстригла гному конец бороды. Слобно глянула на них гном. «Ах, вы проклятые девчонки! Как только посмели испортить мою чудесную бороду!» В тот же день, возвращаясь из города, сестры опять увидели того же гнома. Он ловил рыбу. И кончик его бороды затепился за леску. Рыба вот-вот утащит несчастного в воду. Не теряя ни секунды, Розочка вновь взялась за ножницы. И снова гном лишь обругал своих спасительниц. В другой же раз заметили они, что большая птица кружится над полянкой. Вот она опустилась вниз и, видимо, схватила какую-то тяжелую добычу. Не зайчик стал сегодня добычей коршуна. Птица поймала уже хорошо знакомого девочкам гнома и собиралась унести его к себе в гнездо на прокорм птенцам. С большим трудом девочкам удалось освободить человечка. — Вот, дурные девчонки, из-за вас помялся мой нарядный костюмчик! — принялся ругаться тот, как только оказался на свободе. Меж тем не прошло и двух дней, как гном опять попался на глаза Беляночки и Розочки. На этот раз человечек был занят тем, что пересчитывал свои драгоценные камни. — Вы подглядывайте за мной, гадкие девчонки! — завопил гном, заметив девочек. — Клянусь своей бородой! Я превращу вас в мерзких жирных червяков и брошу на корм рыбам! Как же испугались девочки! Но тут, на полянке, откуда ни возьмись, появился медведь. Тот самый, что прожил в их доме всю зиму. Ужасно рыча он подошел к злому гному и изо всех сил ударил его своей мощной лапой. — Спасибо! Ты спас нас! — воскликнула Розочка и от радости поцеловала медведя. И тут медведь исчез, и на его месте появился прекрасный принц. — Спасибо вам, добрые девушки! — склонился он перед Беляночкой и Розочкой. Гном заколдовал меня, превратив в ужасного медведя. Но вы сняли злые чары, и теперь я свободен. Вот так зло было побеждено. И в окрестностях вновь установился мир и спокойствие. А как же Беляночка и Розочка? О, конечно, они тоже зажились счастливо. А когда они много подросли, Розочка вышла замуж за расколдованного принца, а Беляночка за его брата, столь же прекрасного, тихого и доброго, как и она сама. Субтитры создавал DimaTorzok